Сериал с захватывающим сюжетом о самом лучшем барщике метамфетаминовой истории, который промышлял своими грязными делишками в городе Альбукерке, штат Мемешт. Ну это вообще не важно всем насрать, где он промышлял. Сериал говорит не об этом. Очень интересный захватывающий сценарий или сюжет. Талантливый химик нашел свое призвание в наркобизнесе. Гениально, правда? Химик, наркобизнес. Удивительно. Наконец стал зарабатывать реально до хрена бабок. Вдвое больше своей жены. Его продукты ценили как и простые винтовые нарколыги, так и крупные дилеры и перекупщики различные. В итоге он осознал превосходство своего продукта. Над другими решил стать единственным метаваром, убрав всех конкурентов в радиусе 100 километров. И в этом нелегком пути ему помогал его племянник Джесси Пинкман, которого он под различными угрозами и насильственной смертью заставил работать на себя сучаром. У меня есть племянник. И все равно чувствуешь разочарование, когда говоришь, да, вообще-то я знаю, что для тебя лучше, так что послушай. Пользуясь своим огромным мозгом, он устраняет всех конкурентов одно за другим, чтобы стать монополистом. Теперь он придумывает себе новый никнейм Хайзенберг. Между тем, ему приходилось все равно жестко лупасить своего племянника, потому что, чтобы тот боялся сдать его в полицию. Однажды Джесси заикнулся все-таки насчет полиции. Может быть, нам стоит обратиться к легавым? За что знатно получил по щам. Больше он такой ошибки не допускал. Ну или почти. Вообще, между ними возникали частые конфликты, когда Джесси начинал наглеть и хотел заполучить все производство себе, Волтер Даром дал ему пизды. Сказал, что не будет им вообще платить, когда Джесси хотел слинять свои должности, Волтер дал ему снова пизды. В общем, нормально он так отхватывал. Вообще, Хайзенберг, на удивление, любил подраться. Один раз он даже отъебал босса своей жены за измену. Так что тот стал инвалидом. И вообще, он любил творить всякую дичь, накуривался, а после гонял и разбивал дорогие тачки. В общем, беды с башкой начались, но они продлились не так долго. Также он пытался соблазнить своего сына на участие в криминальном бизнесе, конечно же, а не в чем-то еще. Вот что я предлагаю. Ты их вычислишь, а потом мы с тобой оденем им на голову мешки, свяжем, отвезем подальше в пустыню, разденем догола и по шею закопаем в кучи огненных муравьев. Но тот был ДЦПшником, по жизни, кстати, поэтому не понял отца и уснул. А Волтер хуй забил. Хайзенберг был просто ослеплен своим успехом, невероятнейшим. Варил мед налево и направо, как Монпассиа. И варил уже не для того, чтобы точнее заработать, а просто для него это стало настоящим наркотиком. Ну, по сути, это и есть наркотик, но я про его тягу к кулинарии. Ну, вы поняли, короче. Поначалу ему нормально, кстати говоря, платили бабки, лямб баксов в месяц. Три миллиона долларов за три месяца работы. Даже больше. Но потом он подумал, что-то маловато за мой продукт, я же он какой крутой. И сначала завалил своего напарника, чтобы с ним не делиться, а потом своего босса взорвал. Просто когда тот навещал старого партнера по бизнесу в доме престарелых. Или это был его дядя, я так и не понял. Все оборачивается неожиданно, когда однажды Хайзенбергу ставят диагноз рак легких. Вот, очень трагично. Несмотря на то, что вся его преступная жизнь так или иначе была связана со смертью, убийствами, и по-настоящему о ней, о смерти он задумался только сейчас. Он понял, что все, что можно купить за деньги, это тлен, это вообще не нужно. А его деятельность, это вообще грех большой. Аминь. Он встает на правильный путь и завязывает. Я все. Завязал. Завязывается своей медимперией, становится простым учителем химии, поняв, что вот его настоящее призвание давать людям знания. Ну, иногда пиздюлей. Ему же это так нравилось. К удивлению, кстати говоря, Джесси Пинкман пытается снова возобновить с ним дела. Мало ему, видимо, насилия было, понравилось. Но Уолтер говорит, что я теперь учитель химии. Плачево? Так что он завязал. Лечение Уолтера проходит на ура. И пересмотрев в очередной раз свои взгляды на жизнь, он уезжает на Аляску, бросив беременную жену с сыном ДЦПшником. Конец. Вот так мораль истории говорит нам о борьбе добра со злом внутри себя и как человек встает на правильную дорогу, встретившись лицом к лицу со смертью. До свидания.